Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть закономерности, обусловливающие все развитие мира. Таких закономерностей на самом деле не очень много, и все они поддаются изучению, поддаются пониманию. Собственно, где-то примерно до середины 1970-х годов все образование развивалось именно в направлении улучшения преподавания этих закономерностей. В идеале должно было формировать целостную картину мира. То есть, во-первых, это понимание самого факта, что все на свете не произвольным образом творится, а происходит на основании каких-то закономерностей. Второй пункт – это изучение этих закономерностей. Третий – понимание того, как они взаимодействуют. То есть, несколько закономерностей простых самих по себе при взаимодействии могут порождать очень много, очень разнообразных эффектов. Ну и, наконец, четвертый этап – это умение выводить самостоятельно следствия из этих закономерностей. И вот это очень важно, потому что, если вы знаете одну закономерность, вы из нее можете выводить многие тысячи следствий. Поэтому, кстати, такое образование, ориентированное на понимание закономерностей, очень серьезно экономит силы при обучении. Вот сейчас все, чем дальше, тем больше жалуются на перегрузку учебных программ, что в средней школе, что в высшей. Так вот, это связано с тем, что, начиная где-то с середины 70-х годов в странах, почему-то именующих себя развитыми, начался откат от понимания закономерности в сторону зазубривания фактов. А к середине 90-х это несчастье и нас настигло. Ну, правда, у нас вроде бы спохватились более-менее вовремя. В 2012 году наконец-то появился министр образования, если и не понимающий, то ощущающий, что образование пошло по тупиковому пути. Ну, правда, экономический блок правительства, состоящий почти исключительно из членов тоталитарной секты либералы, ответил на это довольно эффективным способом. А именно, в новом составе правительства в 2018 году высшую школу и науку отрезали от средней школы, выделили в отдельное министерство. И если в средней школе медленно, постепенно, чисто интуитивно, то есть без понимания, зачем это нужно, но все-таки движутся от той пропасти, куда пошло все мировое образование, то высшую школу все еще гонят к этой пропасти, причем еще с энтузиазмом и с криками, что мы всех на этом пути перегоним. На Западе этот кризис наступил еще раньше. И наступил он по причинам экономическим и политическим, то есть как раз тем, какие я изучаю. А именно, картина маслом и сыром выглядит так. Когда у вас есть вот эта самая целостная картина мира, каждый новый факт ложится в нее, как в пазл, дополняет ее, совершенствует. Но если какой-то факт в эту картину не вписывается, значит, либо факт ошибочный, либо с самой картины что-то не в порядке. Поэтому целостная картина мира очень полезна тому, у кого она есть, но очень мешает тем, кто хочет манипулировать другими, поскольку манипуляции – это либо ложные факты, либо ложные трактовки фактов, либо ложные представления о закономерностях, связанных с этими фактами. В любом случае, когда у вас есть целостная картина мира, вам легче заметить, что вами пытаются манипулировать. Конечно, есть и способы манипулирования, пробивающие любую картину мира, но они все-таки достаточно сложные. И, в общем, манипуляторы предпочитают не заморачиваться с такими сложностями. И именно поэтому, когда появилось, так сказать, новое поколение средств манипулирования и столкнулось с тем, что действует не на каждого, тогда весь мировой бизнес и вся мировая политика всей своей мощью стали давить на образование, разворачивая его чем подальше от преподавания закономерностей. Причем, насколько я могу судить, никто даже не ставил себе такую цель осознанно, просто люди ощущали, что вот такое образование им мешает и активно финансировали другие форматы образования. И вот постепенно мир ввергнут в образовательную катастрофу. Я не шучу. Это действительно всемирная катастрофа, потому что, во-первых, образование, построенное на зазубривании фактов, несравненно затратнее. Вы тратите куда больше сил и времени, а добиваетесь куда меньшего результата. А во-вторых, без понимания закономерностей рано или поздно и преподаватели, и учащиеся лишаются главного инструмента отличения достоверных фактов от всяких фантазий. Кстати, проявляется это и в науке. Грантовая система финансирования науки приводит к тому, что в первую очередь продвигаются исследования не эффективные, а эффектные. Продвигается, грубо говоря, то, что можно красиво впарить грантодателю. И это приводит к тому, что наука нынче тоже переживает глубокий кризис. Ну, не только поэтому. Есть у кризиса науки и другие причины, но это уже более-менее отдельная тема. А вот что касается кризиса образования, он порожден не чьим-то осознанным стремлением напакостить, а тем, что те, кто научился зарабатывать на вождении других за нос, хотят, чтобы носы было легче поворачивать.